Я не совсем автор этого псалма, но третья часть, которую Бог дал мне. Бог жаловался на Израиля и сказал, придет время, когда я буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом. Мы счастливы, что между нами нет козлов. Я вам расскажу одно. Однажды в Луцке попросили спеть этот псалом. Я говорю, а около три тысячи человек, я говорю, братья и сестры, может, какой-то другой я для вас спою. А брат один в зале говорит, нет, спой для нас, бараны. Я говорю, спою при условии, если хоть один есть. А он говорит, я, спроси пресвитера. А пресвитер говорит, да, он нас так, кажется, на братском бодает, спой для него, брат Василий, дай нам он пригодится. Вы знаете, насколько это истинно. Иногда мы думаем, я, когда приезжаю домой, так говорят мне, ты лучше, даже родственники, не мог что-то спеть. А я говорю, ничего лучшего не нашел, кроме БББ. Потому что иногда мы знаем Библию, иногда мы знаем все, но уступить дорогу мы не можем. Примерно как у нас. Здесь на вас никто не сигналит. Как увидели, что вы подошли к главной, вам уступили, хотя они на главной. А у нас фу-фу-фу-фу. У нас надо быть очень таким уже нахальным, чтобы выехать на главную и сторостепенной. Ну и сейчас немножко уже просветляется, уже немножко аккуратные стоят водителя. Но, однако, когда приезжаете на Украину, будьте осторожны, вам просто так не уступят. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННО ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Продолжение следует...